здравствуйте дорогие товарищи сегодня мы продолжим играть на так уберем сегодня мы продолжим играть в atomic heart получается третий раз как я уже начинаю играть в эту игру то есть с этого места все потому что определенное обстоятельство первый раз я столкнулся с каким-то невыносимым количеством багов в пшеничном поле который меня не выпускала затем я достаточно успешно прошел но я обнаружил фикс вот эту дурацкому скажем так состояние игры когда тени слишком резкий и вообще ничего не видно но для начала посмотрим то что я успел заметить то есть мы только что вышли отсюда что мы наблюдаем мы наблюдаем вот этот вот хитрый паноптикум где крышка от платформы который тебя неожиданно уносит вверх она тебя же и подставляет как бы она исчезает и без то этого у нас не за текстурены конечек этой штанги как это работает как они тут представляли как она в закрытом состоянии должно быть по моему никак товарищ который делал полигон номер восемь не вот эту всю эту конструкцию он по моему немножко не додумал не додумал идеи но и за гигантизмом плюсик за все остальное минусик как-то так выглядит как невидимая стенка эй а это почти почти получилось но сейчас обратно уже не получится ничего сожалению да вот где-то здесь начинает портить шейдер то есть это по идее должно выглядеть вот таким вот образом все таки странно выглядит честно говоря он действительно навершие на балдашник не сделали ладно пойду гляну что там у нас есть у нас все выключено роботы не работают у них перерыв труп скорее все а нет ящик недобранный ящик а теперь внимание смотрим как решается проблема с слишком темными тенями спасибо человек доброму человеку из интернета раз и все осветлела и тени стали нормальными парадокс парадокс сейчас прошу да извините на что бы тут можно сделать обычно это появляется после саива ну что вернемся к нашим баранам и внезапно появляется лифт то есть я тут немножко отошел немножко вернулся что-то тут произошло дернулась туда-сюда и вот у нас лифт на полигон номер восемь давайте его быстренько пройдем потому что у меня там не забранный ящик на которую пытался добраться экстренным способом через дырку в полу и я заодно расскажу почему мне он не нравится этот полигон особенно последняя его часть надо взять другое оружие то патрон не казенный но давай слушай я летел быстрее до этого самого чем этот лифт едет что за фигня я конечно понимаю ура меня выпустили так все ящики искать не буду у меня только один на этом самом один на примете что там у нас было у нас была хитрая схема по игнорированию паркура и всех вот этих вот дурацких задачах раз два с три с четыре с пять с и вот мы уже там где надо а там лутягин но нам надо сюда там в грузовике ящик но он простой по ходу был так что него не принципиально важно то есть мне нравится это помещение на на так себе как как level design это просто большая коробка с интересными объектами то тут особо тут не не полазишь зачем вот эти вот ящики поставлены непонятно они не образуют какой-то системы вот как например коек 3d frag вот эти вот тренировочные карты где ты прыгаешь во все стороны совершая трюки здесь такого нету здесь вроде как мы говорим за платформинг за ла-ла-ла за платформинг и за аркадность какую-то вот видите как здесь мы прыгаем если я например здесь кстати ломается геймплейная составляющая поскольку если вы видите это расстояние то оно явно меньше чем то расстояние которое пролетел сквозь лифт не умерев но тут где-то линия смерти проходит для того чтобы человек не мог проникнуть вон на те нижние слои слои на нижнюю зону прежде времени вот хотя посмотрите вот нам туда надо то есть где то здесь вот линия там линия ищет вот и это несколько вымораживает честно говоря так у тягин тут не работал это я просто заберу чтобы до ёкарного боя да та же фигня зачем тут надо было пять этих штук они скажем три потому что от повторения действий геймплей лучше не становится ну вот помнится было две и нормально а тут целых пять зачем пять ну видимо так надо так да и так же неконсистентность мы в следующем полигоне понимаем что в следующем полигоне номер десять кажется там где использование геля нужно мы понимаем что нам нужно только две чтобы удержать а здесь целых пять то есть явно этот полигон то ли раньше всех делался то ли отдали какому-то новичку который там решил показать что он может и умеет конечно блин под лодку поместить сюда в этот самый ну ладно это уже это уже другое я бы здесь поплавал на самом деле было бы даже интересно если бы какие там ящики разместили но нет так да в общем если мы идем дальше вот там дверь зачем-то закрыта здесь то есть кому это нужно просто так поразвлекаться вот здесь вот я иногда цеплялся за эту но в другое время нет вот эта платформа которая здесь двигается вообще не нахер не нужна потому что я проходил по гербу потом по этой вот штуки и прыгал вниз а потом по этим же самым паркурным штукам которые то ли работают то ли не работают иногда непонятно а возвращался обратно зачем вот эта вот хрень просто так для интерактивности ну зачем мне в загадке лишняя интерактивность она только сбивает и путает это как бы в данном случае мы говорим о конденергентной задаче имеющей только одно решение собственно всякие лишние действия они только смущают разум и запутывают в данном случае нам нужно просто можно туда потом прыгнуть но нам нужно сюда и никакие вот эти вот штуки уже не нужны то есть это лишние элементы получается ну как бы так так же можно здесь отсюда прямо запрыгнуть туда так стоять вот видите она сработала если бы я прыгнул с крайней этой самой ну и что дальше и мне зачем то сюда нужно прыгать а вот если бы я прыгнул просто с этой зоны сюда я мог промахнуться и попасть вниз свалиться или просто попасть на эти самые встать поверх них как бы паркур иногда он тут странно работает он либо нету либо его ну он либо есть либо нету то есть и вот это прыгание туда-сюда как бы оно такое чертовщина да здесь вот какие то лишние элементы ты думаешь как как мне тут что то нужно сделать прыгнуть туда-сюда да нет это просто поставили зачем то вот этот вот кусок трубы и чтоб ты думал вот и вот когда я впервые вошел в это помещение я ну начал обыскивать от ближайшего то есть я не пошел сюда к этому сохранялке а сразу же нырнул сюда потому что здесь не видно что здесь происходит и куда это то есть чуть ранее у нас был такой же проем так господи еще еще раз не надо такой же проем в котором лежал ящик и мне было бы интересно может там пролезть по этой самой штуке наверх и получилось бы какой-нибудь ну какой-нибудь секретик тут же не понятно тут же не написано что это выход наверх вот здесь вот например есть табличка здесь нету здесь никаких дверей вообще нету ничего никакой кнопки которая вызывала бы лифт и вот это вот грубейшая ошибка просто грубейшая честно говоря то есть я должен хотя бы ну то есть на ключевых точках я должен понимать что я иду в невозвратном направлении то есть меня квейк первый в свое время так зацепил что там есть секретики и игра сделана таким образом основная часть что она ее можно вернуться обратно даже если уровень кажется невозвратным то есть как бы ты падаешь в какую-нибудь яму или там поднимаешь ее на лифте и лифт больше не работает нет там есть какие-то порталы а вот в DLC который делается с другими левел дизайнерами там было такое что да ты пропустил и чтобы найти полностью секретик пропущенный тебя нужно собственно взять и заново пройти уровень да а вот сейчас будет этот злосчастный шейдер который портит все тени мне придется еще раз до него добраться сейчас мы еще глянем на то как полая труба да не доделано первый раз мы били с этими ботами сейчас они просто стоят и вообще никак не реагируют на тебя на тебя где-то там такой вот короче кто-то да и вот бесит что нет возможности сразу же подняться наверх то есть тут нет я прав что никакой лесенки ничего то есть сразу до предприятия поднялся бы в этот лифт нырнул и так далее но как мы видели вместо лифта у нас у нас дырка и там же проемы те же самые имеются и там же проемы те же самые имеются сейчас пройдем здесь вот нормально осуществилось все хорошо я не знаю у вас типа может лифт тут двигается или что-то в этом роде но нет все нормальные тени нормальные тени пошли смотрите все хорошо стало это ж у кого такие руки и крюки у кого ж такие руки и крюки чтобы такое сделать как да на Продолжение следует... Не, конечно, здорово. Но некоторые песни все-таки не совсем соответствуют заявленной теме Советского Союза. Как мне кажется. Готовлюсь, уж поверь. Сюрпризы тебя уже ждут, пес. Ты настроил против меня Ларису, гад. Теперь она не отвечает на мои вызовы. Прости, если сможешь. А если не сможешь, то не прощай. Мне похер. Крас, ты можешь отследить звонок? Где находится эта сволочь? Сигнал ведет из театра имени Майи Плесецкой. Театра? На территории предприятия? Вот клуб. Театр, а не цирк, товарищ Плесец. Я отмечу вам направление. Теперь предатель от меня не уйти. Второй раз я его не упущу. Камеры. Только вот эти вот активные. Нормально. Мне надо на машинку. И поехать куда-нибудь вниз. Сохраниться и поехать. Ну, я, кстати, сохранился уже. Что-то. Театр, послушай, майор. Еще не все потеряно. Мы можем договориться. Я не договариваюсь с предателями Родины. Ты убил тысячи советских людей. Я пытался не допустить запуск проекта Атомное Сердце. Ты же знаешь, сколько крови тогда прольется. Одумайся. Погибнут миллионы ни в чем не повинных людей. Какое еще нахрен Атомное Сердце? Я понятия не имею о чем-то. Что, хозяин не тратит время на объяснение своих планов цепному псу, да? Тебе не доверяют, майор? Я удивлен. Это значит, что с тобой еще не все потеряно. Да ну. Надо же, как мне повезло. И о чем же ты можешь мне рассказать, предатель? О том, что Сеченов задумал сделать своими марионетками все человечество. И он не пожалеет миллионов жизней для достижения своей цели. Для этого он наводняет мир своими роботами. Ну ты и сволочь, твою мать. Ну да. Сволочь, сволочь. Но в данном случае... Непонятно. В данном случае... Короче, нам... Походу цель полигон номер 10. Полигон номер 10, да. Так, тут, тут, тут. Это следовательно нам нужно съехать как-то вот так вот, что ли. Ладно, съедем. Посмотрим. А, тут шорткат есть, кстати. Ага, супер. Дорогу куда ведет? Походу никуда. Вряд ли мы туда. А, подождите, станция номер 10. О, мы можем до тут добраться все-таки. Но это потом. На последнее сохранение. Покататься. Титан. Ну, все, значит, сюда точно можно доехать. Окейшки. Окейшки. Так. Ладно, возвращаемся к нашим баранам. Ты там не будешь бросать трубку, словно капризная барышня, майор? Может, выслушаешь меня? Выслушаю. Твои показания пригодятся в суде. Все не так сложно, мое. Четыре года назад, в 51-м, США запустили грандиозную программу энергии для всех. Сейчас это известно каждому школьнику. Даже ты должен был быть в горе. Угу, даже я. Американские капиталисты построили 50 атомных электростанций по всей своей стране. Что поживаться еще сильнее, продавая электричество своему рабочему классу. Которая и так едва концы с концами сводит из-за нищеты и повальной безработицы. Ну, потому что их лишили работы роботы Сечинова. Роботы обходятся капиталистам дешевле живых рабочих. И капиталисты вышвыривают работников на улице. Угу, угу. А виноват в этом во всем Сечин? Да наши роботы построили американцев все полсотни АЭС за четыре года. Людям такая скорость не под сил. Петров, сука, да ты только мне зубы заговарь. Эй, не говори. Вижу, даже машину из-за тебя просрал. Так. Это какой-то шорт. Ты ведь никогда не задумывался, зачем Сечинов распространяет по миру своих роботов, да, майор? Ты вообще когда-нибудь задумываешься? Да нет, что ты. Конечно же, никогда. Зачем мне думать? На это во всем мире способен только ты. Ну так подумай. АЭС-ПТНР бросает только роботы бесплатно в качестве гуманитарной помощи. А ведь производство роботов обводится Советскому Союзу недешево. Это огромные затраты сырья, энергии и фабрично-заводского ресурса. Потому что товарищ Сечинов стремится облегчить жизнь всем людям в мире. Он не занимается подсчетом денег. Роботы должны надрываться в шахтах и на заводах. Люди должны ставить им задачи. Но люди, они больные, ублюдки, как ты. Так, сейчас пооткрываем все, что нужно. Вот у нас точно тут этот самый... Где этот гриф? Гриф, да. Эскейп назад. Хорошо. Энд... Полигон, говорите, где-то здесь, да? Сейчас только наведусь на него. Полигон у нас где-то здесь вот. О, здравствуйте. Откройте, пожалуйста. А теперь срочно надо... Пробежать... До грифа. Да, екарный бабай, блин. Так, идите нахер. Херасия тут прямо это самое... Целая делегация монстров. Ай, 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 ай. Мольно. Мольно. Эррайс. Играет музыка Играет музыка Да, и здесь если включается Тревога, то это навсегда Если ты не понимаешь, что делать Так, это я неосторожно Такой супермен, блин, да? Что-то непонятное, да? Творится в этой... В этом хатику Почему вот эти вот включаются И не выключаются? Музыку выключите, ёпта Вот это баг, кстати Потерпите, я сейчас войду в полигон Если он открывается, конечно Если не открывается Придется загрузиться Играет музыка А ты чё такой живучий? А эти как выжили? Как вы тут? Вы что, автономные? Я же всех отключил Блин Вы чё, охренели? Это баг, ребята Простите Или это другая зона уже А, да? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Теоретически можно подняться на нём и куда-то спуститься. Конюшина, я буду ненавидеть её через какое-то время, а дверь открывается, это хорошо, но это музыка, которая не прекращается, а ещё посмотрите, видите, тут полки отмечаются, а они пустые, они пустые, как не знаю что. Тут ничего нету, ничего. А, чёрный вовчик, извини, тебя надо ликвидировать, потому что... Ах, ты тоже так, типа, да? Ай, я карнамабай, сейчас меня убьют. Против ПМ и нет приема. Ой, ящичек. Приятно. Ну, давайте, поехали вниз. Полигон номер 10, здравствуйте. В общем, один, 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 один даже не меняется, да? Нам нужна Элеонора, я чувствую, что у нас есть... Что у нас есть... Чем... Проапгрейдиться. Ага. Что не полигон, вход всегда какой-то свинар. Мы начинаем отметить, что рядовые сотрудники попадают на работу посредством фуникулярной линии, которая в данный момент, как вы заметили, не работает. Кто же вы? Метро. Свинарники? Да дополните мне секретные входы, где такие как вы, товарищ мой. Знаешь что? Ничего, идём уже. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Я прошу прощения, но я точно знаю, что нам понадобится вот эта вот хрень. Полимерный бросок. И я её получи. Установить. Сюда, да. Пиворки. Ужив味. Да. Возвание. Уберет. И я покажу. Они для меня тоже. Forê. первый переход. А потом думаешь, как я жил без этого, да? Полимеры, полимеры. Стужа. Шок. Ладно, давайте вернёмся, теперь крафтим. Склада разбор, давно мы тут не были, однозначно сюда. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Наверно да, всё-таки надо в двойном размере брать эти. Прикольные музычки. Хочется признать, что всё-таки музыка прикольная, забавная такая, весёлая и прочее. И прочее, прочее, прочее. Так, это нам не нужно, это пока не нужно, это пока не нужно. не нужно, это поставлю сюда, это поставлю сюда, это сюда, 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 сюда. мы сейчас разберём всё, что лежит плохо и… что-то кусочков. Ту-ту-ту-ту-тун. Ту-ту-ту-ту-тун. Ту-ту-ту-ту-ту-тун. Ту-ту-ту-тун-тун. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Вот тут 13, 13, но нет, я пока не готов. Потом побродим, посмотрим, что-нибудь. Ага. Сейчас, один момент. Простите, небольшая задержка. Что-то у нас есть. У нас тут есть парочка сундучков. Эй, ну давай-ка. Парочка всяких. Вот так. Вернул, вернул. О, гель. Гелёк, гелёк. Так. Да что ж такое-то, чихать хочется. Ой, чё-то я как-то так перевозбудился. Ага. О, о чём я говорил тут. То есть, мне дали гель, я вначале использовал эту. А потом я думаю, как же вот эту вот достать? Может там гелем проложить путь или что-то такое? Тут, конечно, всё гораздо проще оказалось. Но, тем не менее, проблема в том, что... Ээээ... Механика телекинеза, она толком не использовалась. И вот то, что её можно так взять и зашвырнуть. И фигнуть. Это никто не рассказывал. До сели. А можно было долго тупить. Я думал, как бы... Ммм, интересно, тут какие-то такие мы... Сейчас гелем будем делать там такие вещи там, как... Почти портал, знаете ли. Эээ... Эээ, нельзя. А вот надо было попробовать... Захватить... Зачат. Что-то надо было делать сейчас. Зачем мне сюда надо было? А, я понял, что мне надо было делать. Зачем я сюда быстро так пошёл? Да. А ремиксы прикольные. Тут, кстати, можно не пользоваться этим. Можно было сразу так вот. И ты залез. А зачем тебе нужна была эта платформа? А нет, зачем? Она так. Ну ладно, в конце концов мы не в портал играем. Хотя очень хочет игра показаться в определенный момент. Наука! Science Beach! Хотя, конечно, прикольно вот это такое сочетание. Вот этот вот... Научный полигон. Что-то тут есть, интересно? Ну, come on! Можно было... То есть, можно было не париться, честно говоря. Эээ, ладно. На этом рекорд. Ну что, давай, показывай, Лутягин, что у тебя есть. О! Магазин. Лё Магазо. Лё Магазо. Ээээм... Па-па-па-па-па-па-па-па-па. О! Давай, 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 давай. Тык-тык-тык-тык. Магазо. Ага. Магазо. Магазо. Ага. продолжить продолжить вы хотите продлить мы хотим продлить че тут можно отдать ничего отдать нельзя а не патроны можно отдать чуть-чуть то слить то можно так вот это вот лишнее в этом празднике жизни че-то я стал но сколько сколько прямо рпк специально для международных поставок роботизированной силы в дружественные страны предприятие 3826 разработала высокопрочный гельмитичный контейнер сухой для безопасной перевозки тяжеловесных грузов по морю контейнер сухой выполнен из высококачественного гофрированного металла применение спецплава спт-5 тип м немагнитного состава обладающего нулевой магнитной проницаемости благодаря данному свойству возможно что то есть было ладно я не скажу что я не хотел но как вы видите можно было для спидрана можно избежать собственно в этом сам прикольно то так чувак я как тут просчитывается попадание да кто да ёкарный бабай вы че охренели так выпустите меня не сметь покушаться на жизнь этого самого прикольно это что же все сверху какая-то дрянь да нормально и дверка открылась а зачем дверка открылась а зачем дверка открылась но подобный это самый момент мне здесь больше нравится нежели это не излишество это скорее на второй раз когда ты проходишь ты можешь выбрать что нахер тебе нужно встречаться с этими и у тебя есть альтернатива есть альтернатива просто просто свалить ящик а девчонки так так главное не застрять ну ладно я потом разберусь или сейчас надо разбираться а то потом выйдешь и все и все и не пустят тебя больше никуда о коллиматор для этого самого да начали надо сдать лишнее а 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 и Что-то надо понацеплять этих, а то может быть очень больно, но потом, улучшение, зачем мы сюда пришли, посмотреть на прицельные приспособления, да, я уверен, я очень уверен. Конечно, коллиматор, конечно, странный, без верхней металлической планочки, чтобы защитить стекло, но, видимо, это какое-то полимерное стекло, которое не полится там, не ломается ничего, типа, 81, да, что-то у нас тут серияторная заточка, да. А, давай. Кассетник. Магазин. Тут еще больше химии надо. Что тут у нас надо? Складоразбор. Нет, 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 не там. Вернемся к нашим баранам, в смысле. О, тут тоже можно прогрессить. Это радует. Сейчас, один поставили. Не перезарядились. Плохо. Не перезарядились. Плохо. 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 Четвертый выпуск, да? Так. А тут оно само по себе. Все, пойдем. Пойдемте дальше. Мы вошли из этой дырки. И надо нажать на кнопку. Слушай, ты тот еще надоедливый черт, но, несмотря ни на что, хочу сказать спасибо. Ты и вправду оказался полезен. Один бы я тут с ума сошел. Благодарю. Стоимно. Известно, тоже никуда. Неужели. Вы моя батарейка? Ха, пошел. Только вместе с вами, товарищ майор. Внезапный паркур. Я могу так сделать. Прикольно. Вот этот чувак, который делает уровень, он приспособил. Все, что нужно под наши нужды. Лутягин. Эй, что нам дали? Нам дали доминатор высокоинтенсивный. Это что, пулемет? Мегапулемет какой-то? Крепыш, миноловушка. Интересно. Интересно, интересно. За этой цепь побегается. Майор, оружие или способности? А не надо ничего. Подожди. Доступ разрешен. Полимеры. Глянем. 122 полимера, полимеры, полимеры. Давайте, пойдем. Поехали обратно. Интересно, одна и та же модель? Такие жесткие волоски на руке, да? Во, вот это вот интересная фишечка. Выглядит, как мы заезжаем на модель. Дали бы вы мне сохранялку сейчас где-нибудь, по-быстренькому. Что я бы тут не парился. С поиском. Вот эта машина есть. Карта. Полигон номер 10. Забрали. Все, супер. Ну, какой шорткад делали, да? Вот здесь вот мы были. Здесь мы были. Вот здесь вот мы были. Полигон номер 2. Нет, это не то. Вот. Здесь вот так чух, через поле. И сейчас вот попадем в какую-нибудь деревню. Тиаре у него. В целом, конечно, надо заканчивать. Так, это мы закрыли. Собственно, нам надо попасть куда-нибудь дальше. Пока ничего не ожило. Ах ты, какая машина обезьяноподобная. Горилка ты. Ты че этот танк эмулируешь? Что-то не работает. Так, надо. Так. Разди-ка. Вы че это, заработали что ли? Да. Да. Продолжение следует... 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 Всем спасибо, adios, товарищи, пока-пока, как говорили классики.